ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ День назад ко мне на почту пришло вот такое странное письмо. Непонятно от кого, кто это написал, то ли профессор какой-то бывший, то ли сумасшедший. В общем, судите сами. Здравствуйте. К сожалению, вы не представляетесь. Недавно наткнулся на ваш канал. Некоторые места, о которых идет речь в ваших произведениях, мне хорошо знакомы. Но речь сейчас не о них. С вашего разрешения, в силу моего возраста, я перейду на «ты». Пару слов о себе. Я давно, точнее я очень давно, занимался изучением необычных явлений. Сейчас их любят называть аномалиями. Когда-то ими занимался целый отдел в нашем мире. Но это все в далеком прошлом. Сейчас, простите, я псих-одиночка на государственном пенсионе. И я все меньше могу уделять времени своему любимому делу. Зато сейчас есть интернет, в котором иногда попадаются интереснейшие сюжеты. Итак, к делу. Я видел твой ролик, в котором ты рассказываешь о трагедии, произошедшей со студентами в санатории. Да, припоминаю эту шумиху, как забегали всевозможные службы после этого случая. Даже хотели сравнять с землей весь этот разваливающийся комплекс. Но, видимо, как обычно, не хватило средств. Возвращаясь к нашему делу. Я проживаю в богоугодном заведении неподалеку. Шутку сказать, это все, что я заработал в родном НИИ. Так вот, я предлагаю небольшую игру. У меня есть любимая цифра – 33. Тебе нужно найти корпус санатория, новый, со старыми дырами. Найди 33-ю комнату, отсчитав 33 ступени в дальнем лестничном подъеме. Далее гляди в оба и действуй по обстановке. Не упусти мелочей и найдешь путь к месту силы. По скрипту. Сними все происходящее на камеру. Если сделаешь все без ошибок, получишь материал, которому позавидовали бы даже Стругацкие. Ну а я еще раз увижу то, над чем работал в НИИ на протяжении 8 лет. Ностальгия – сильная штука группной. Как, ребят, решился принять предложение этого профессора? И пройти квест. Вот он залаз в этот профилакторий заброшенный. Здесь можно разглядеть уже здания заброшенные. Вон они видны. Надо будет потом туда лезть. Вон видны стены, окна без стекол. А здесь рядом находится дом ветеранов, о котором речь идет. Но это, скорее всего, не профессор. Как выяснилось, здесь находится дом ветеранов труда. Вот какое богоугодное заведение он имел в виду. И через эту дырку жители этого заведения входят в эти заброшки. Так что не мудрено, что он там какую-нибудь закладку или еще что-то придумал. Вот где-то здесь он живет. Вон они ветераны. Ладно, не буду я здесь снимать долго. Потому что какая-то сидит за забором. И так, полезли внутрь. Острые штуки какие-то торчат. Тут можно и одежду кровать. Ладно. И карнабабай. Странный персонаж какой-то удаляется. Он, кстати говоря, уже несколько раз мне попадался сегодня на пути. Кстати, не исключено, что это он и есть. А вот, видимо, этот новый со старыми дырами корпус. Да, вполне возможно. Такое здание а-ля 80-х годов постройки. Как раз на закате социализма. Блин, ребята, красота такая офигенская. Ничего себе, тут еще кто-то подметает зачем-то. Прикол. Зачем-то весь мусор с пола собрали. Кресло такое, савдеповское. Савдеповский трон. Раньше, кстати говоря, в каждой квартире вот такие троны были. Здесь, видимо, лифт. Там, кажется, кто-то шарится. Или показалось. В таких местах, ребята, кроме всяких обвалов, провалов, очень опасно еще, что на полу валяется очень много всевозможных досок с гвоздей наржавыми и шприцы. Так что, и без мифических персонажей здесь очень опасно. Так, что мы ищем? Дальний лестничный проем. Здесь, видимо, ближний лестничный проем. Да, точно. Но согласно нашего задания, нам нужен именно дальний проем. Надо посчитать ступеньки. Такое ощущение, что за мной кто-то шарится. 32, 33. Так, получается, что 33 ступень-то это второй этаж. Так, ладно. Что тут надо найти в 33 комнате? Самая облизная какая-то комната. Непонятно. А что там? Нифига. Блин. Так, она пустая. Нет, тут ни сега. Нифига тут нету в этой комнате. Ну, капец, зашифровал, блин. Профессор. Хрен, просто так найдешь. Ладно. Нифига нету. Так, здесь посмотрим, что. Пакетик какой-то. Надеюсь, не бомба. Что за хрен тут? О, блядь. Все грязно. И плесень собрал. Ну, профессор, блин. Задал задачку. Кнежонка какая-то. Двенадцать стульев Ильфа Петров. Хорошая книжонка. Когда-то читал такую. Хороший слог. Ну, и написано, и интересно. А, в чем смысл? О, закладка какая-то. О, это что-то написано. Капец. Закладка в форме оригами. Журавлик. Оригинально. Ладно, посмотрим, что там. Проберешь все. Поздравляю, друг мой. Первый этап пройден. Соседний корпус ждет тебя после полуночи. Время под солнцем укажет сюда. Недостающие цифры координат. Будь осторожнее. Смотри под ноги. Ночью стены и потолки наиболее опасны. Блин, ребята, представьте, сейчас добрался до машины уже. Собирался только уезжать. И вспомнил, что в записке-то нет координат. Капец. А вот здесь снизу еще приписка по скрипту. Возникли вопросы? Номер страницы ты знаешь. Капец. А книга-то там на подоконнике осталась. Так, вот оно это здание. Номер страницы ты знаешь. Ну да. Не сложно догадаться, что это любимая цифра 33. Значит, надо посмотреть, что там есть на этой 33-й странице. Почти уверен, что там будут координаты просто. Продолжение следует. Такое ощущение, что кто-то здесь ходит. Ширится. 2,3-я. Где-то здесь. А, вот туда. Книга-то такая пожелтевшая, старинная, любимая его книга, наверное. Ладно, посмотрим, что здесь. А, вот координаты. Ну, в общем-то, я уже догадался, что координаты будут. Какие-то они, правда, невнятные, не видно. А, тут двойной. Листочек дальше яркий. Ладно, в машине посмотрю. Книгу тоже заберу. Ну, блин, конспиратор. Блин, шарится отсюда. Ладно, пойдем потихоньку к машине пробираться. Здесь я уже все видел. Ну, что-то, кстати говоря, у меня совсем неохота здесь по этим руинам шариться ночью. В одиночку напарника-то нет сейчас. Что-то он по командировкам зачистил. Мотаться. Думаю, что это небезопасно уже, потому что здание то аварийное полагает. Шорохи какие-то повсюду. Да и мне кажется, сейчас пойду просмотрю это здание, да и все. Правда, чудо ночи ждать. Ну, по крайней мере, другого здания прямо рядом с этим новым корпусом нет никакого. Только это. Соответственно, мы не сюда. Опа. Это еще кто? Какой-то мужик прячется, чтобы редкой задеряем. Они вряд ли просто шарятся. Что-то сжигали. У меня почему-то такое ощущение, что я здесь уже был в этом здании. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Фига, что-то что-то может сидеть. Кого только не встретишь. Капец, что это было. Так, ладно, начну со второго этажа, наверное. Пойду посмотрю, что там. Что он имел в виду, когда говорил, найти время под солнцем. Время под солнцем укажет. Какой-то набор слов бильберда. Из окна виден этот новый горкиш. А тут как раз за этими деревьями дорога проходит. Где я машину оставил. Веселенько в графике. С днем рождения кого-то поздравили. Наверное, любимого человека. Вот это вот помещение я смотрел, когда снимал про студентов. И вон там, в конце коридора, по-моему, и рухнули перекрытия. Да, если ночью сюда идти, тут еще и обвалится что-нибудь на голову. Может, эти перекрытия в прошлый раз сами собой рухнули. А может, и помог кто-то. А вот они, цифры. Мишень какая-то сверху нарисована. Тоже не похоже на солнце. Стена вот-вот обвалится. Здесь что-то в прошлый раз врухнулось непонятное. Где-то тут еще подвал, похоже, есть. Здесь как в фильме ужасов прям. Вот тут решутка. Тут адское место какое. Прилетели на окнах натянуть. Нифига. Вот тут норовые кошки. Или залаз какой-то был. Где-то чья-то. Все обваливается. Блин, я тут хожу на свой страх и риск. Ох, стены, смотрите, как уже играют. Вот, вот скоро и стена этого упадет. И потолок. Ладно, туда я не пойду. Вряд ли я здесь встречу какое-нибудь подобие солнца. Ощущение, что я какую-то херню ищу непонятную. Слуха, ногу прошли наверх. Внизу кто-то шарится. Интересно. Сейчас, конечно, здание опасное. Что-то тут интересно шарился. Николай. Какие-то парни будут шариться. Какая-то надоед. А ладно, ребят. Я уже, похоже, тут обшарил все здание. Думаю, что здесь уже ловить больше нечего. Когда тут дыра ночью так раз шагнул и будьте здоровы. Здесь какая-то котельная. Я по прошлому разу еще помню. Вентиляция, подставки под котлы. Короче, нифига тут нет никакого ни солнца, ни времени под солнцем. А есть заброшки, заросшие вот такой зеленью в лесу все. И странные, богатышные персонажи из этого 20 пионеров навроде. Короче, единственное место, ребят, которое более-менее похоже на какое-то солнце. там, это вот эта вот детская зона. Я сначала подумал, что это граффити какое-то. А это не граффити, там лепнина. Прям все так сделано. Капитальненько. Вот я думаю, что единственное место, которое может быть, это вот она. Но блин, вот она, пролибающийся пол. Обойду. Блин, когда вот шагаешь, прям чувствуется, как пол пружинит, короче, под ногами. Место очень аварийное, ребят. Здесь вообще бродить небезопасно прям. Каждый шаг отражается там, вибрацией. Что-то здесь, что такое. Еще детской подвал, что ли. Древняя котельная. Ну вот, единственное, вот это вот место, которое мне напоминает солнце. Больше здесь никакого такого нет. Ну, что тут может быть временем? Время под солнцем укажет цифру. Как-то так было написано. может, вы что-нибудь видите, подскажете. Я ничего не вижу. Короче, ребят, похоже, этот дед что-то намудрил. Друг мой, мы так не договаривались. Ты нарушаешь цепь событий. Уговор же несложный. Я даю задание, ты выполняешь. Зачем же ты пошел днем? Ведь по заданию ночью. И потом, мне и твоему зрителю нравится, когда ты снимаешь именно ночью. В конце концов, можешь считать это моим маленьким капризом. Но поверь, цель того стоит. Так что не хитри и покажи мне, что можешь придерживаться правил. Иначе не придешь к логическому финалу. Не отклоняйся от задания уже даже в интересах твоей же безопасности. Так что учись следовать инструкции четко. Впереди сложный, необычный объект. Не будешь придерживаться правил, закончится непредсказуемо. Ты даже себя представить не можешь, насколько непредсказуемо. По скрипту. Да, с удовольствием посмотрел твои первые две части, несмотря на то, что ты отклонился от моего плана. Ряженого не бойся, он безобидный, хоть и пугает народ. Это наш сосед из соседнего корпуса. Не говорит совсем, только звуки издает. Он один остался после пожара. Ни жены, ни детей. Броет, как неприкаянный в окрестностях. Да, кое-что это точно объясняет теперь. Итак, ребят, подошел я к этому зданию. А здесь уже вот такой забор стоит. Ладно, будем искать другой залоз. А в другой страны все равно должен быть вход. Ни фига прикол. С 2004 года здание разваливалось. А теперь вот таким забором все угородили. так, здесь тупик. По какой-нибудь другой стороны. После последнего раза, как я здесь снимал, теперь все в этом двери практически хода ровина. Все очень просто. Здесь кто-то проводил игры, игры, и их опять тут привалило. Так что, ребят, теперь это здание заколотили, законсервировали. Дырку нашел, просочился. Дырку тоже теперь закручено вот такими швуками с обратной стороны. Рядом, профлистом закрыто. Такие ловушки. Как же показывал ее. Так, ну что, по многочисленным просьбам пойдем сразу в тот зал, где мишень была. А это вот здесь. Вот она, мишень. Многие почему-то посчитали, что это мишень и обозначает солнце. Соответственно, где-то должен быть какой-то знак или нанесенный фосфором, краской. Что-то такое. Смотрите, с обратной стороны все окна законопатели вот так. Взялись за это здание. Серьез. Не знаю, может быть, вы что-то тут заметите. вот я лично нифига не вижу, чтоб тут какое-то изображение времени или чего-то такого было. И вот этот кусок стеклянной трубы торвется, как в башку воткнется. труба в подвал. Сейчас мы сходим посмотрим на всякий случай что там в подвале. Здесь тоже нифига нету. Все замуровано капитально. нифига нету. Ну, профессор задал задачку. Виды такие. Попробую выключить свет. Может быть, что-то будет светиться, как некоторые подписчики предположили. короче, в темноте нифига не светится. Явно это не то место. Ладно, буду пробираться к подсолнуху. Я так думаю, что возможно, это там. Сейчас загляну в подвал только. чтобы уже наверняка знать, что там ничего нет. Ну, что здесь выглядит все немного по-другому. Капец. Шклад какой-то был. Остатки оборудования. стопулулы здесь явно ничего не напоминает никакого время под солнцем. Сейф. Блин, очковато в таких местах одному ходить. Кроме того, когда знаешь, что ты здесь не один. по-любому здесь ложка нас. Как мы слышали, качевод помещения, здесь уже стены играют, обваливаются. Куча сюда не ходить. Здесь на полу валяется рухнувшая стена. Что-то я не помню в прошлый раз. Она, по-моему, не была рухнувшая. Здесь вот эта стена поведенная сверху, где пол блюдечком, это вот как раз это помещение сверху. Ванная стоит. Окна заткнут за кем-то матрасами. капец. Немного совсем. Ни херена здесь нет. Подтюги. Ладно. Потихоньку будем пробираться под унухом все-таки мне кажется что это поместно. на этой мишени. ни фига нету. В подвале тоже ничего нет. Посмотрим, что здесь. Слышали? Точно мне не показалось, что я не один. Сейчас кто-то пробежал. Могу же мне это показаться. Жакузи. Все входа закрыли, завалили. У них ничего нету. Что за хрень? Скорейшее помещение, как в Silent Hill. Вот какие-то цифры еще. По-моему, это из другой игры. Точно. Туда рванул. Опа-на. Прогибающийся плот. Сейчас в подвале только под ним был. Там стена уже в стену повела. Куда-то сюда рванул. Э, кто здесь? Куда-то сюда жирбанал. Ох, не фига. Здесь тоже пол прогнулся. Что я в прошлый раз не наметил. Не понял. Где окна все закладили. Быстро главное. Тоже ничего не добавилось. Да, ночью, конечно, смотрится все гораздо интереснее, чем днем. Чувствуется прям внутренний такой напряг. Здесь, однако, тоже не видно никого или ничего. Вот, кстати, тоже мишень. Это явно не солнце. Радуженный смайлик. Радуженный смайлик. Радуженный смайлик. Опять туда шарится. Туда-то там точно есть. Какие-то звуки. Прикол. Такое ощущение, что что-то с крыши упало. Или у него провалился. Подгоны такие. Ощущение, что здесь кто-то за мной постоянно следит. Надо было. Быстрее к этому пацану пробираться. Давали отсюда. Ага, вот и лесенка. Вот, ребята, в прошлый раз вот в эти двери я заходил. Так сказать, центральный вход. Сейчас тоже все заколочено здесь. Интересно поработали. Знакомые уже лесенки. А здесь за углом Реженого встретил вот на этой куче. Блин, стабилизация что-то барахлит. Батарея что ли совится? Странно. Вроде зарядил. Прибал. Надежда. Астан evolved. Что так вот такоеanta я... Я удовлетворю... Все окна все окна заколотили листами летучих мышей еще не видел шуфты падла где сука реженый гондон еще раз так сука сделаешь я тебя кирпичом поделся быстро растворился пространстве здесь нет ни ног листы бы загремели ну падла бородатая сука попадешься ты мне ладно надо идти к этому подсолнку куда это падла делать окна то заделаны все смотри какая фигня куда он делся ладно да нет места загремела бы тоже под окнами железяки лежат сиганул в подвал на работу шаги где-то здесь закончились вот чудо в перьях напугал гад сучоныш блин сегодня ночью такая темная шар выкали подвал Ещё один. Я тут уже маты, я уже весь подвал видел. Самое интересное, что я не один сегодня здесь опять. Сказалось бы ночью попёрся. Странная комната. Холодно аж порыдёт. Матка на морг похоже. Матское место. Химикаты. Да уж. Этот подвал я в прошлый раз не видел, не нашёл. Дистилляторная. А, это от медсанчасти что ли? Похоже. Там какие-то клубочки, пробирки. Нифига, ё-моё. Ребята, вы когда-нибудь видели стука шприцов? Клубец. Градское место. Не говорите, что это милое место наркомана. Потому что это они всё тут понабросали. Капец, как бы тут я его тянуло. Камя ногу не прокололи. Надо наверх и подниматься. Ладно, никого здесь. Это старая блокада. Банковые медицинские. Клюкозематы. Банковые медицинские. Банковые медицинские. Похоже охрана припёрлась. Банковые медицинские. Ну вот это точно там шарится. Где-то тут у нас подсолнух этот. А вот он. А, ребят. А вот и время. Ну точно, вот и время под солнцем. Блин, точно. Я же сразу подумал на этот подсолнух, что это солнце. Блин, ну по крайней мере единственное, что напоминает солнце. Похоже вон туда рванул. Здесь вход не заделанный. Поточняк. Вот, сука. Ладно. И так, ребята, что только не передумали. И солнечные часы, и фосфорная краска, и что только уже в голову не приходило. Ларчик просто открывался. В общем-то я сразу подумал на это место. Хотя, конечно, хитро придумано. Это винтажный будильник. А вот и две цифры. Какая из них первая? Какая вторая? Ладно, погадаем, подбираем. Интересное кино. Ну что, ребята, надо выбираться уже. На вход нашел. Не заделанный. Все, ребята, всем пока-пока. Приветствую тебя, друг мой. Прошу прощения за долгое молчание. Немного за немог. Старость, понимаешь, не в радость. Очень понравился твой последний поход. Кстати, заряженного извини. Я попросил его только часы подложить в нужное место и за тобой последить. Но что взять с убогого? Как говорится, заставь дурачка Богу молиться. Он и лоб расшибет. В общем, не серчай. Не знаю, что на него нашло. Предлагаю перейти к следующей части задания. Для поездки в нужное место у тебя уже есть координаты. Но этого недостаточно, так как место очень непредсказуемое. Тебе нужна подробная инструкция перемещения по зоне, чтобы увидеть то, что нужно, и выйти из нее без проблем. Карту с маршрутом и описанием, как нужно двигаться, я разделил на три части. Их ты найдешь в трех разных местах. Три части – три места, а вместе получается 33. Как же я люблю эту цифру. Она складывается практически при решении любой задачи. Самое интересное в этом задании. Оно не сложное, а скорее обзорное. И выполнять его нужно днем, так как ночью у тебя возникнут проблемы. Я бы очень хотел, чтобы ты дошел до конца нашей увлекательной игры целым и невредимым. В интернете недавно наткнулся на интересные статьи об одном красивом месте, где сейчас любят устраивать фотосессии. А ведь раньше этим местом занимался наш отдел. Оно имело рабочее название «Индукционное плато». Немного из истории этого объекта. Природная аномалия неизвестного происхождения была обнаружена случайно туристами во время похода. Не буду долго рассказывать о ней. Скажу лишь, что металлические предметы плоской формы весом до 15-20 килограммов могли свободно перемещаться на протяжении всего плато, не касаясь поверхности земли. Имелись и другие необъяснимые явления. Изучение феномена продолжалось до 1971 года. Постепенно проявления становились все слабее и вскоре данный участок был закрыт. Через некоторое время неподалеку построили ТЭЦ. А на месте индукционного плато возник золоотвал и озеро. Так вот, совсем недавно об этом месте заговорили всевозможные СМИ, в том числе и зарубежные. Говорили о нем как о красивом месте, что оно очень похоже на Мальдивы цветом воды и очень популярно у фотографов для проведения фотосессий. Читатели также предупреждали, что находиться долго возле озера и тем более купаться нельзя, мол мало ли что. После такой рекламы место обрело особую популярность и к озеру потянули столпы зевак и любителей необычных селфи. Разумеется, после такого массового наплыва туристов подъезды к плато оградили рвами и поставили пост охраны. Вот только кому понадобилось привлекать к этому месту внимание. Думается мне, что сделано это было неспроста. Так поступают обычно, когда хотят ограничить свободный доступ к чему-то. Возможно, у моих бывших коллег вновь проснулся интерес к данному месту. Впрочем, акцентировать особое внимание к этому объекту желания нет. Единственная просьба – возьми с собой простой стрелочный компас и посмотри на его реакцию в места, где я оставлю части карты. Напомню, этих мест будет три. Они обозначены на карте овалами с цифрой, а на местности – табличками, предупреждающими об опасности. Небольшой фото и видеоматериал для представления о местности прилагаю к данному письму. Да, ни в коем случае не отправляйся по координатам без карты с маршрутом и без инструкции, иначе можем не увидеть финал игры. В добрый путь, друг мой. Ну что, ребят, подъехал я к этому месту. Нифига, цвет какой ядовитый. Я думал, это в фотошопе выкрутили фотокарточки и видео, а на самом деле он такой цвет – яркий. Явно какое-то озеро химическое. Весный вид. А с этой стороны находятся блоки ТЭЦ. Так, надо сейчас где-то спуск к этому озеру найти. Где-то, судя по карте, здесь должен быть этот спуск. Как писал профессор, места на карте обозначены кругляшками, а по факту – табличками. Короче, будем искать таблички. Около таблички, я так понял, должна быть спрятана карта. Точнее, одна треть карты. Поехали. Да, ну и цвет. Надеюсь, хоть дышать-то здесь можно, без противогаза. Вот точно этот поворот, опасная зона. Значок, кстати, может быть около этой самой таблички. Спрятана. Хотя я думал, что все-таки, наверное, ближе к озеру. Опасная зона, проход запрещен. Смотрите, ребята. Тип какой-то. Или это пугало? Такое ощущение, что монет шевелится. Блин, стоит кто-то в какой-то накидке дурацкой. Кипец. Может охранник или сталкер какой-то. Нифига цвет воды. Да, я думал, это в фотошопе выкрутили. А это на самом деле так. Яркий такой цвет. Из чего, интересно, состоит это озеро? Ну, по-моему, явно не из H2O. Вон там около трубы еще три таблички. Три знака. Надо посмотреть около этой таблички. Может быть там что-то лежит. И посмотреть, что за чудак. Башня оues. Единственный вид, блин. К scalable. Сниж how it is. следов никаких нету так ребят первая пабличка оказалась пустой пойдем искать другую цвет конечно очень ядовитый такой трубы ТЭЦ эпично смотрятся очень виды очень такие красивые действительно как Мальдивы цвет воды химический запах не очень хороший по-моему на обрезке видео как раз это место было вон табличка впереди вдали около трубы с краном хотя таких табличек может быть много пойдем посмотрим возможно кстати это одна из тех табличек которые можно будет найти карту надеюсь профессор имел ввиду что спрятал где-то под одной из таких табличек а вот кстати говоря еще одна табличка ни фига тут что за ядохимикаты здесь разлиты стоки какие-то идут за счет этих стоков стоков похоже цвет такой а купаться здесь точно не стоит да и находиться здесь довольно сомнительно так ну и что мы где тут ищем никаких следов жизнедеятельности не видно чтобы что-то вот кто-то копал о а вот и похоже закладка точно смотрите ребят чего-то спрятали ну точно карта ладно в машине пока меня оттуда охрана не спалила надо отсюда сматываться так достал компас о нихера себе охереть это что такое тоже неспокойно кстати говоря крутится вот успокоилась сейчас просто на север показать странно какая-то фигня то же самое место то же самое место посмотрим что за хрень что-то я не понял может показалось что-то а чем могло так повлиять короче какой-то глюк наверно был показалось что она прям явно крутилась так что не просто так раскачалась вот сейчас же в этом месте нет ни хера да странно загадочное место ладно пойду отсюда пока охрана меня не заметила так ребята первая часть карты у нас уже есть вот еще один поворот спуск судя по карте где-то здесь должен быть еще один еще одно место с табличкой по крайней мере где-то здесь кругляшком обозначена на карте тоже все перерыто уже табличку вижу как обычно там тоже перерыли причем уже не в нескольких местах так а может около этой таблички пойду посмотреть нет там скорее всего около воды здесь вроде нет ни хрена образу и подобию с этой стороны тоже ничего нет значит не эта табличка ладно едем дальше еще один перекоп да ёкарный бабай как здесь трактор проходил если что придется здесь машину бросать а вот здесь еще объезд да путь термистый нелегкий ну чё все уже ям ну чё все уже ям ну чё все уже ям объехал по лесу или еще где-то нарыли блин объехал таки ну ладно все не пешком здесь я на открытое место выезжать не буду машину оставлю здесь в кустах потому что на другом берегу охрана находится если она спалит мою машину подъехавшую сюда капец так ладно вторую точку проверяем где-то здесь она должна быть таблички которые стояли до нее предыдущие таблички были все пустые где-то с левой стороны там по моему охрана стояла будка с охранниками или уазик какой-то короче отсвечивать лишний раз ни к чему да точно это это место на обрезке видео именно оно было вот эти плиты я помню на берегу чайки кричат ну вот слушайте субъективно вот ребят ощущение такое что каким-то вот то ли стиральным порошком каким-то воняет то ли чем такой химический какой-то аромат в воздухе вот когда вдыхаешь его так охота знаете вдохнуть но через какое-то время он становится таким приторным этот аромат и уже вообще неохота дышать короче что то здесь есть в воздухе лучше сюда не ездить мало ли что тут так посмотрим что тут с компасом так компас вроде компас вроде себя обычно ведет ничего не происходит ладно пойдем закладку искать вон он на берегу на другом уазе стоит с охраной и будка ага а вот табличка нифига ребят смотрите вода вроде ядовитая а чайк сколько на ней сидит целые стаи чайк значит не такая уж она ядовитая но запах запах такой я повторю здесь конечно жуткий вот нифига гильза вот смотрите ребята от чего то гильза охранники похоже кого то гоняли от БМ что ли да нет 9 миллиметров но завальцовано это это скорее всего травмат точно охранники опасная зона внизу ничего нету естественно вокруг тоже по образу и помидли здесь о а вот в том же самом месте а вот и охрана меня спалила обозначила свое присутствие сейчас надо отсюда сматываться пока они не приехали вперед меня что-то кричат громкоговоритель блин вода такого цвета и налет на берегу на дне такое ощущение что у озера усло на какими-то химикатами здесь надо не с компасом ходить а с другим счетчиком другие параметры снимать явно что-нибудь можно увидеть что сказать и говоря посмотрим как себя компас ведет на север показывает вот он работает все стрелка на одно место показать никакой аномалии не пахнет так ребят две части карты я уже нашел где-то вот здесь должен быть спуск судя по карте должна быть третья закладка интересно как тут спускаться ну профессор замудрил кто интересно ему эти закладки делал ладно поедем сейчас вот здесь искать какая-то тропа по-любому должна быть вон туда вниз вон она идет дорога только где поворот не понятно ничего здесь птиц летают сколько да органично вписываются в пейзаж трубы ТЭЦ пейзаж такой как будто где-то на курорте находишься красота вообще конечно неописуемая но меня вот бесит этот запах очень сильно бесит от него кстати говоря першит носу может кстати говоря из-за кондиционера по машине которая ладно надо искать дорогу вот на эту косу вон там отсюда вижу еще таблички есть где-то здесь судя по карте где-то здесь должен быть спуск и закладка так вот похоже еще один свороток как раз в ту сторону так посмотрим что здесь но купаться мы не собираемся купание запрещено идиотская табличка и пить воду тоже нельзя но елка он и бабай я-то как раз хотел напиться о блян все перерыли странно что здесь ров по новой не сделали похоже спуск к самой воде идет в непосредственной близости от охраны сейчас точно блин меня спорят хотя они уже видели и кричали мегафон но видимо лень за мной объезжать озера вот здесь за кустами оставлю машину за кустами оставлю машину за кустами оставлю машину а тут дальше и ровку кстати дальше-то я не проедешь ладно посмотрим красота ребята неописьемая и все было неплохо если бы не этот запах и почему-то стабилизатор глючит пароход запрещен опасная зона так посмотрим по образу и подобию здесь ни хрена нету так значит не под этим знаком чем ближе к воде к стране кстати говоря тем больше в носу першит кстати может быть содержание меди в воде очень большое поэтому такой цвет не исключено здесь прям спуск к воде на берег прям весь берег прям вот усыпан этой пеной. Это не пена, а какая-то типа как соль. Не хотел бы я здесь купаться. Свет какой обалденный просто. Да, какая-то обманчивая, пугающая красота, честно говоря, неестественная. Яркие цвета. Необычные яркие цвета от пугива это чего-то облагоопасно. Ладно, что-то я не вижу больше табличек. Вон там палка от таблички торчит. Явно была табличка, но ее сломали. Стабилизатор, кстати говоря, все-таки глючит. Пугивкус какой-то появился нехороший. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Примерно то же самое. Тем не менее, таким методом я уже две части нашел карты, чтобы осталось найти. Нифига. Интересный персонаж в начале, когда я подъехал к озеру. Капюшон был в каком-то капюшоне. Чем там делал. Что за странные сооружения какие-то. Труба какая-то. Итак, ребята, обшарил уже кучу целую табличек. Пока только нашел две части. Где-то еще третья должна быть часть карты. Пока не могу найти. Виды такие, как на курорте. Капец. Голубая лагуна. Последний овал, короче, оказался какой-то обширный. А может быть кто-то, кстати говоря, уже упер этот кусок карты. Тогда будет совсем весело. Тогда я вообще ни хера не найду. Придется просто так по координатам ехать. Но я думаю, что профессор пойдет навстречу. И вышлет мне все-таки эту карту на электронку, если я не найду. Так, где-то здесь должен быть еще один спуск. Дальше уже ехать смысла нет, по-моему. Это уже будет за пределами овала на карте. А, вот, 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 вот. Две таблички одна дальше, другая ближе. Так, пойдем посмотрим. Так, еще тут опасная зона, как обычно. Здесь вроде ничего. По старой схеме тоже ничего нету. Ни хрена. Ладно, пойдем на эту табличку посмотрим. О, да тут ни фига, тут все в табличках. А еще? Да ну нафиг. Более конкретный не мог координаты дать. Хрен найдешь. Как-то первые две легко нашлись. А это уже на часа два еще. Сброс идет полным ходом чего-то. Так, посмотрим. Ни хрена, по-моему. Ни хрена. Ладно, пойдем дальше к табличкам. Опа. Тоже нету ни хрена. И в той, похоже, тоже нету ничего. Опа. 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 не знаю видно или нет вам не верь ему он ведет двойную игру интересный поворот так он просил свежий После того, как загадочный персонаж закинул мне в машину странную записку, я усомнился в намерениях профессора и решил выяснить, что за игру он затеял и для какой цели все эти интриги с непонятными персонажами и запиской. Вскоре пришло письмо, которое озадачило меня еще больше, чем попавшая в мои руки записка от доброжелателя. «Приветствую тебя, друг мой. Поездка твоя оказалась более чем результативной. Признаться, я не был уверен, что тебе удастся зафиксировать хоть что-то, ведь это сейчас очень редкое явление. Тем не менее, то, что ты зафиксировал на пленку при помощи простого компаса, никакой не глюк, как ты изволил выразиться. Это как раз таки элементарный способ зафиксировать так называемую блуждающую материю, которую мы изучали. Данная материя ведет себя аналогично воздушным массам, перемещаясь над Землей или выделяясь из самой Земли в местах тектонических разломов и вызывая геомагнитные аномалии. Именно по этой причине ее можно не поймать, даже более точным прибором, чем компас, в одном и том же месте в разное время. Тем не менее, она возникает вновь всегда в тех же местах. Иногда она имеет свойство разрастаться в объемах и заполнять собой низины довольно приличных размеров. Такое явление мы и наблюдали в данном месте, когда концентрация материи была настолько аномально плотной, что металлические предметы могли перемещаться в пространстве, не касаясь поверхности Земли. Кстати, при постоянном воздействии данной материи на организм человека, были замечены такие симптомы, как спутанность сознания, галлюцинации и даже потеря ориентации в пространстве. Вот так-то, друг мой, и никакой фантастики. Хочу заострить особое внимание на странном недоразумении, связанном с запиской, которую тебе подбросил якобы доброжелатель. «Откровенно говоря, для меня это было полной неожиданностью. Я и понятия не имею, о чем писал доброжелатель в своем послании. Разумеется, первое, что приходит в голову, это то, что в записке идет речь о двойной игре, которую веду именно я. Но это, разумеется, полнейшая чушь и вздор. Ничего подобного у меня и близко нет в мыслях. Даже не могу предположить, кому могла прийти в голову такая бредовая идея. Признаться, меня очень задело это недоразумение». Размышления на эту тему натолкнули меня на неприятную мысль о том, что кто-то задумал переложить ответственность за какую-то мерзость на меня. В свете всего этого я решил прекратить игру. Прошу меня простить за это решение, но когда простая игра получает такой неожиданный разворот, лучше остановиться. То же самое предлагаю сделать и тебе. С глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями. Что ж, ребят, вот такое письмо мне пришло. И через некоторое время мне пришло дополнение. У тебя сейчас имеются координаты места и достаточно точная схема маршрута движения через объект с замкнутой петля. В очередной раз предлагаю тебе прекратить игру и не ехать в данное место. Однако что-то мне говорит, что ты все же можешь, пренебрегая безопасностью и здравым смыслом, туда отправиться. Не делай этого. Жизнь и здоровье дороже. В любом случае, если ты там окажешься, ни в коем случае не оставайся там на ночь и не выходи за рамки маршрута. И да, если попадешь в петлю, значит где-то была неточность маршрута или ты его покинул. В такой ситуации ни в коем случае не пересекай отражение. Возвращайся к начальной точке, жди и действуй по обстановке. Но надеюсь, ты будешь точно придерживаться маршрута и мои советы тебе не понадобятся. Ребята, всем привет. Сегодня у меня вторая попытка проехать на эту территорию. На объект замкнутая петля. В прошлый раз не получилось из-за дождей. Дорога вот эта была сильно размешана. Сейчас вот более-менее. Но все равно ехать тяжело. Уже где-то здесь должен подъезжать к зоне. Основная дорога, там бетонка подходит, но она перекрыта бревнами и шлагбаумом со старым замком. Поэтому там не проехать. Получается только вот одна дорога через лес такой вот. Погода сегодня неплохая. Сунышко светит. И это радует. Вселяет надежду, что я не забуксую. Итак, ребят, подъехал я непосредственно к объекту. Впереди он видна колючая проволока, разрушенный заборчик. И дальше он, видимо, просвечивает через лес здание ВРУ. Скорее всего. Ну, судя по карте, по крайней мере. Карта маленько пострадала. В прошлый раз я промок. Здорово. Так и не смог сюда добраться, доехать. Здесь вот получается, вот я на стоянке стою. И вот сюда я сейчас смотрел. Вот оно, это здание ВРУ. Оно просвечивает через лес. Сейчас мне надо будет вылезти. Дойти сюда. И дальше по маршруту. Двинуть в сторону Идола. Ну все. В путь. Так, машину я оставил. Судя по карте, вон в ту сторону надо идти. Где хера? Даже здесь я не одет. Так, здесь где-то должен быть уже вход на маршрут. И дальше через лес. В сторону Идола. И дальше по маршруту. Интересно, кто это там в окошке был. Явно я никому не говорил. Даже профессор не знает. С ним мы игру закончили. Однако все равно я не один. Сказочный такой, но мертвый лес какой-то окружает здесь. И погода как-то странно меняется. Такое ощущение вот субъективно, что теплеет прям на глазах. Градус пока я иду. На градусов, наверное, 10 точно потеплело. Мне это мерещится уже. Нереально ощущение, что теплее гораздо стало. Странно. Кстати, по карте здесь где-то уже должен быть идол. Как обманчива природа, сказал ежик, слезая с картуса. Блин, капец. Только что было сухо. И вдруг ливень как ливанул. Короче. Я капитально промок. А впереди лезть как раз в лиственный лес. Здесь вот этот сосновый лесок заканчивается. Опять началась растительность. И где-то здесь должен быть идол. Я-то промок хрен с ним. Но вот не хотелось бы, чтобы оборудование промокло. Поэтому буду снимать укратками. Буду вырубаться для того, чтобы не промочить. Лишний раз снимать не буду. Все, вырубаюсь. Кто это интересен? Что за движение? А, белка. Интересно. Уделки. Опа. Все. Убежала. Какое-то, ребят, странное дурацкое ощущение, что я сбился с тропы. А это профессор говорил, чтобы ни в коем случае не отклоняться от карты, от тропы. Здесь вот какая-то еле уловимая все-таки тропа прослеживается. Пока я иду по ней. Может, сверимая тропа, конечно. Ну, что-то идол это я не вижу. А уже, по идее, по карте должен быть идол здесь где-то. и не пролезть просто так. Трупа приняли заметно. Что-то я, похоже, точно сбился. Где это тыду искать? А, вот же он. Точняк. Нифига. Компирю, у меня скульптура сгнила уже сколько лет. Ей, интересно. Надо потом посмотреть, какому облагоязычному она принадлежит. Что обозначает. Интересно. Ладно, надо идти. Дождь опять усиливается. Сейчас, если я не ошибаюсь, надо поворачивать налево. Правда, здесь с погодой какая-то аномалия. То тепло, то холодно. Здесь еще с деревьев капает, а дождя уже нет. Слышно еще где-то раскаты грома, а вокруг уже все сухо. Такое ощущение, что дальше вообще дождя не было. У кустарника всевозможного вот такого стало меньше, а дальше, я смотрю, его совсем нету. Это значит идти будет гораздо легче, чем до этого. Лес какой-то такой, поваленных деревьев очень много. Какой-то мертвый лес. О, ни хера себе. Ребят, смотрите. Что за углы в углу? Здесь повесили. Очень напоминает, кстати говоря, не куклу буду, а старославянский оберег. Раньше в времена такие куклы обереги вешали, когда хотели огородить какую-то территорию от каких-то нашествий злых духов там и так далее. Так называемую куклу берегини. Делали их. О, еще одна. Делали их, кстати говоря, из веток священных деревьев, по-моему. Либо из веток деревьев, произрастающих на священных территориях, кладбищах. Считалось, что души умерших предков они вселяются в эти деревья и помогают через вот такие куклы. Еще одна кукла. Похренеть. Что они за... По-моему, они явно дорогу куда-то обозначают вдоль, как я иду по лесу, поэтому, по крайней мере, по этому сосновому мертвому лесу, вдоль всего пути они здесь натянуты. Вопрос, от чего они здесь оберегаются? Интересно, что хотел профессор мне показать в этом месте? Ну, явно уже не эти куклы. Значит, здесь что-то еще есть. О, смотрите, ребята, какая-то беседка впереди. А что за беседка? Интересное дело. Вроде на кормушку для зверей не похоже, на сооружение охотников тоже не особо. Хотя, может быть, конечно, это охотники сделали, чтобы от дождя укрываться. Оба-на! Блин! Тут повсюду эти куклы. По-любому это связано с этим божеством, которое я прошел только что. Надо посмотреть, кстати говоря, что за языческий идол там был. Блин! В эту беседку-то вообще заходить можно? Или это какое-то священное место, может быть? Ладно, не буду я, пожалуй, заходить в эту беседку. Пройду стороной. Судя по карте, скоро здесь уже я должен буду выйти на дома заброшенные. Именно здесь какая-то вроде как лаборатория должна была быть. По лиственному лесу, ребята, идти гораздо сложнее. Кругом вот таким урегом попадаются завалы, тропы. О! Блин, впереди явно здание просвечивает. Значит, я добрался до первого объекта. А с маршрута, как предполагал, не сбился. Это уже радует. Блин, ребята, опять рекупла. Всю дорогу, как я иду по тропе. Они растянуты. Вон дальше еще одно. Так, а где здесь пролазить? Здание все уже в лесу росло. А ведь это два здания, к которым я подъехал. Правда, я подъехал с другой стороны. Дал большой круг по лесу. И зашел с тыла. Сейчас где-то за этими зданиями должна находиться моя машина. Если это, конечно, какое-то не другое здание. Дальше здесь никто не хожу. Машины тут уже в рост. В землю, в траву. Если я не ошибаюсь. Это как раз здание лаборатории. А где-то здесь должно быть еще здание в РУ. Посмотрим, что здесь внутри. Судя по запаху, здесь точно какая-то лаборатория. Потому что химикатами воняет. И очень здорово. Руковые вытяжки. Настал фонарик. Тут у нас, видимо, просто закуток какой-то. Ворудование давно у нас сперли. Или вывезли. Скорее всего, демонтировали. Фильдеры противогаза. Внимание, давление пара. Не более 3 килограмм на сантиметр. Тут явно какое-то оборудование стояло. В любом это лаборатория и была. Табличка интересная повсюду. Нейтрализация одежды в ноль. А, продукт ноль. Яд. Охренеть, блин. Дышать, может быть, здесь дышать. Без противогаза как-то нельзя. Какая-то обрамотка чего-то была, видимо. Надо здесь бродить, точнее, дай бог. Бродиация какую-то захапать. Надо наверх садить, посмотреть. Дышать, что там. Блин, у меня такое ощущение, что... Точно там кто-то шарится. Да, наверное, они все уже демонтированы. Остатки вытяжки. Здесь что у нас? Такая старая советская бронированная дверь. И у нас тут какое-то лабораторное оборудование везде было. То, что это лабораторный корпус, это уже 100%. Именно о нем и рассказывал профессор. Что здесь что-то, какие-то исследования проводились. Остатки документации какой-то раскиданная. Конечно, все самое важное здесь уже наверняка вынесли. О, а вот и химолаборатория. Блин, капец, здесь куча всяких колбочек, баночек. И вонь такая вот откуда идет химикатами. Тут точно я не уверен, что находиться безвредно. Журнал интересный. Технологический процесс. Журнал регистрации анализов окружающей среды. Блин, капец, тут точно явно и не опасно. Еще куча всяких журналов. Журнал регистрации анализов. Журнал регистрации анализов продукт по продукту ГЭ. Блин, ребята. Похоже, я в какую-то точно старую лабораторию проник в советскую. Что интересное здесь делалось? Что производили, какие следы. Что-то профессор явно не договаривал. Буду здесь долго задерживаться. Посмотрим, что дальше. Начальники лаборатории. Опять куча журналов. Ладно, надо отсюда уходить. Блин, ну и что ты хотел тут мне показать, профессор? Непонятно, куча колбочек черных такого. Еще одна интересная табличка. Работать в защитной одежде. Такое ощущение, что кто-то за мной идет. Как будто шаги такие отдаются куда-то. Мне показалось. Здесь еще раз вход в подвал. Интересно, подвальчик какой. Посмотрим, что здесь есть. О, блин. Э, что за хуйня? Кто здесь? Вот падла, дверь закрыли. Э, шутки за хуйня. Что за фонарь упал? Где фонарь? Для батарейки вывалились. Что за фонарь упал? Какая-то непруха прям. Какой-то хуй там подпёр что ли. Так ладно, пойдём в подвале посмотрим что здесь, может выход есть, глухой подгул, ни хера ни окон, ни дверей, вот же г*** он, с***ка. Твою мать, хера я, прилив, стой, посторонний вход воспрещён, опасно для жизни. Папель какой-то. Папель какой-то. В эту дырку я явно не пролезу. Ни хера прикол. Здесь замуровано. Чё, б***ь, кладку разбирай что ли. Может подойдутся кирпичи, попробую сломать. Кошка вот эта. У них хрена вот старинная кладка. Хотя, хотя, конечно, поддаётся. Ай, б***ь. Как пороша. Мур долетит. Да я так до хера буду времени это долбить. Ломиком бы каким-нибудь пару раз шарахнуть. Да, так я долго сейчас буду сидеть. Ничего сидеть, пока батарея не сядет. В темноте вообще остаться. Что-то у неё такая перспектива не прельщает. Дверь маленькая. Маленько ход имеет, я думаю. Её можно подраздолбить. Вот дерьмо, б***ь. Надо обдумать всё хорошенько. Ладно, выключу пока фонарь. О, ребята, за этими досками, за мусором, походу, какой-то проход есть. Так, сейчас я отключусь. Попробую разобрать. Если пролезу, включусь, покажу. Разгреб я таки эту кучу мусора от стены. За ней оказался небольшой узкий проход. Блин, опять эти мусорки повсюду валяются. Который имеет какой-то вылаз в другую часть подвала, видимо. Свет пробивается откуда-то. Блин, как я рад свету дневному. Блин, окошко. Всё, я вылез. Так, отключаюсь пока. Блин, ребят, сука, машину-то с***ли. Вот здесь она стояла, точно вот они, плиты. Вон выруха эта просвечивает. Ё-моё! Блин, побегу в руки, посмотрю. Боже ж, сука. Тут у них две телеги. Точно спёрли. По-любому вот этот вот гад, который меня захлопнул и спёр. Блин. Что теперь делать? У меня такое ощущение, что пора уже пешком хотя бы отсюда дёргать. Сейчас ещё за зданием в РУ посмотрю. Чистая зона. Никого. Конечно, след уже простыл. Уже куда-нибудь. А трассу умотал по ней. Ни хера я попал. Просто пустота. Ну всё. Понятно. С***, смылся куда-то уже. Опа-на! В том здании движение какое-то. Опа-на! Субтитры делал DimaTorzok Оттуда шарится Точно ребята в стороне подвала движение какое-то Точно 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 конец. При всем моем уважении напомню, что любое подобное мероприятие должно иметь представление о разумных пределах риска, за которые ты едва не перешагнул. Теперь к сути. На большинство вопросов из твоего письма я и сам не знаю ответов и могу лишь немного приоткрыть завесу тайны. Та самая лаборатория, в которой тебе довелось побывать, занималась созданием мощного ускорителя частиц и изучением его излучения на окружающую среду. Сейчас такие ускорители созданы и имеют название адронный коллайдер. Что же это такое? Кроме прочих научных и околонаучных рассказов и слухов, одним из свойств этого аппарата является собственно ускорение частиц. Если опустить долгие и нудные рассуждения с набором непонятных слов и терминов, в сухом остатке получится простой вывод. После ускорения частиц до скорости близкой к скорости света, жизнь этих самых частиц увеличивается в тысячи раз. А если немного пофантазировать и гипотетический контейнер с человеком разогнать до такой же скорости, то он совершит перемещение во времени примерно на 100 лет. Никто, естественно, не занимался в нашем НИИ подобными экспериментами, но по мере того, как велась исследовательская работа с частицами, стали происходить необычные явления. Некоторые сотрудники начали замечать странные психофизиологические проявления, напоминающие эффект дежавю. Данный феномен проявлялся через 2-3 часа после остановки ускорителя, в радиусе примерно 3 километра от лаборатории. Спустя несколько месяцев у всего персонала появились и другие не менее загадочные проявления, которые поначалу списывали на побочный эффект психики от работы с ускорителем. Однако вскоре выяснилось, что явления эти имеют физическую природу и к расстройству психики не имеют никакого отношения. Но это далеко не все. Мы наконец поняли, что данный эффект может представлять немалую опасность для окружающих. Вокруг лаборатории был создан подземный контур, который препятствовал возникновению данного явления. Вспомни тот искусственно высаженный рядами лес, который ты проходил. Именно под ним и сейчас находится этот контур. А обереги и идол – дело рук общины, которая проживает или проживала неподалеку от объекта. Они приписывали аномальным проявлениям некую мистическую божественную силу. Итак, следом за вышеизложенными мерами, все сотрудники подписали документ о неразглашении, нам были назначены научные руководители в погонах и исследования продолжились. Вскоре после развала СССР исследования свернули, а сотрудников отправили торговать бананами. Впрочем, работа с данным проектом позже была возобновлена, но уже на другой научной площадке. Это, пожалуй, все, что я хотел тебе рассказать по существу твоих вопросов. Очень благодарен тебе за проделанную работу, за воспоминания о лучшем времени в моей жизни, где каждая минута имела свою неповторимую ценность. Ностальгия – сильная штука, друг мой. По скрипту. Маленькая просьба. Читая комментарии под видео, я понял, что многие твои зрители не понимают последовательности событий, происходящих в квесте. Думаю, это происходит с вновь подписавшимися. Если у тебя найдется свободное время, объедини все шесть серий в один фильм для лучшего восприятия. Ведь, как известно, пауза нарушает течение мыслей.